В Азербайджане часто бывало, что президент пропадает несколько дней, 34 дня, которые общественность не знает, где он находится. Но мы думаем, скорее всего, это связано с его болезнью. Человек, наверное, болеет, поэтому часто терялся из виду. А со второй стороны, просто семья, клановая семья, которая правит республикой, как видно, что никому не доверяют. При таком государстве и нас Талышей заставляют жить, в которой все посты передаются по династии. Отец президентству передал сыну. Сын теперь передает династию своей жене. Фактически, раньше был премьер-министр заменять, что-то случится, если с президентом. А сейчас этот право отняли, отдали вице-президенту, а он назначил свою жену на этот пост. Фактически, эта династия будет продолжаться. Скорее всего, наверное, и депутаты так будут, премьер-министры, министры тоже так же будут. А нам, Талышам, где быть, только простым работом работать, таксистами работать там только. У кого-то в огороде работать только. Ну, так, думаю, что невозможно жить. Либо назначат, так, для вида президентские выборы, якобы проводились президентские выборы, Мегрибан Алиева временно на одно срок может стать президентом. До следующего президентного срока, чтобы до этого времени уже сын подтянет, молодой Хейдар Алиев подтянет. И вторым этим президентским выбором уже он будет на всю жизнь как не президент, а как крал республики. Я думаю, что автохтомные народы, которые живут в Азербайджане, после этого назначения, теперь уже поймут, что они как бесправные вещи. Даже с ними не как с людьми, как инвентарь обращаются. Если каждый, что талыш, лезгин, тат, уже знает, что он никогда не сможет иметь какую-то должность. Потому что это все уже разделены ранее. Поэтому никак хорошо не будет отреагироваться среди автохтомного народа. Со стороны международного сообщества, я думаю, что оно тоже не будет приветствоваться. Потому что в нынешней глобализации, когда идут войны с диктаторами, а при всех глазах новый диктатор и семейный подряд взяли как эту республику, думаю, что они тоже плохо будут отрицать на это. Полагаю, Армения должен же давно определиться с этими переговорами. Во-первых, переговор вести с кем? Которым, даже мы оставим эту тему, перейдем на другую часть. С кем переговор вести? Которым мир признал человека коррупционером? Вором, ворующий свой народ, так называемый азербайджанский народ. С ним какой переговор можно? Я не знаю, по сей день Армения почему с этим человеком ведет переговор. А после этого, думаю, что тем более уже никаких переговоров не может идти. Почему? Эта семья уже сама себя ведет к гибели. Сегодня даже Ильхам Алиев примет какое-то решение. Я не знаю, плюс в вашу сторону или плюс в сторону Азербайджана. Какое-то решение примет. А кто знает завтра, что будет? Этот же режим долго не будет продолжаться в Азербайджане. А следующий придет. Он скажет, что я такое решение и соглашение не принимаю. И придется Армении заново все с нуля начинать. И идти дальше. Это же зачем? Это лишняя головная боль Армении. Я думаю, что никаких переговоров не может быть терять с этим режимом. В Азербайджане попасть в омбудсмана, легче попадешь президенту Америку, чем в омбудсмана. Например, к Обаме или новый президент, который выбрали, к его приему легко можно пойти, чем в Баку, нашему Эльмиру Сулейманову. Который, наверное, ее имя есть в этом посту, а самой мы вообще нигде не видим. А я сегодня встретился с омбудсманом Армении. Я при разговоре видел, что молодой, энергичный человек. Меня шокировало то, что в заходе в аппарат я нигде не видел полицейских. Фактически я гражданин вражеской государства, которые два государства враждуют друг другу. У меня есть вражеское государство. Должны были мне как-то, я так полагаю, если там был бы, наверное, это скорее бы так было бы, мне с ног до головы искали бы, вдруг я омбудсману, что смогу сделать. Я не увидев там полицейского и свободный ход к любой гражданин, который заходит туда по своим проблемам, вот это меня шокировало. Мы с ним долго побеседовали, разговаривали. Я думаю, что настоящий омбудсман, оно так и должно быть. Хочу обращаться к мировому сообществу. О том, что в Азербайджане, в нашем регионе, Талышстане, Талышский регион, там особо распространяются наркотики. Власти, зная те, кто распространяет эти наркотики, явно не заинтересованы, предпринимают какие-то шаги, чтобы прекратить это действие преступников. Наоборот, дает какую-то политическую или какую-то помощь, оказывает им, что они свободно этим занимались. Чтобы наш народ, Талыши, молодежь с раннего возраста, привыкли к наркотикам. И поэтому мировое сообщество мы призываем, чтобы воздействовать на это все, воздействовать на власти, то режиму, который правится Азербайджаном, чтобы прекратили такие преступные деяния против народа Талыша.